Часть федеральных органов власти в ближайшие годы могут перевезти из Москвы в Сибирь. Такую мысль накануне высказал президент России Владимир Путин во время встречи с участниками лагеря Селигер. Подходящим для этого местом, по мнению президента, вполне может стать и наш Красноярск. Эти слова российского лидера уже вызвали большой общественный резонанс. Что ждет наш город, если идею воплотят в жизнь? Разбиралась сегодня Ольга Хохлова. Красноярск является подходящим, на мой взгляд, для этого места, потому что это географический центр нашей страны. Крупный город, миллионник, развитая инфраструктура, аэропорт хороший, шикарная природа, замечательные люди. Это заявление президента страны Владимира Путина наделало много шума среди красноярцев. Многие уже обсуждают вопрос, что нас ждет, новые возможности или негативные последствия. Даже если часть федеральных органов власти переведут из Москвы в Красноярск, это совсем не значит, что перенесут в столицу. И Красноярску это сыграет только на пользу, уверены в мэрии. Отдельные министерства или отдельные центры управления могли бы быть перенесены в город Красноярск. Это подчеркивает дополнительный импульс, который мы должны обязательно использовать. Нашему городу нужны такие импульсы для того, чтобы сделать город более современным, более комфортным, более удобным для жизни горожан. Под современным и комфортным городом стоит подразумевать всестороннее развитие. С приездом федеральных органов власти в Красноярск можно будет говорить о строительстве новых кварталов, гостиниц, перестройке транспортной инфраструктуры, что позволит городу избавиться от пробок, увеличении пассажиропотока, количества рабочих мест и многом другом. Депутат городского совета Александр Карапачинский уверен, будет и новый аэропорт. Не зря Путин в своем выступлении упомянул именно его. Я думаю, в первую очередь, это все-таки наша залетно-посадочная полоса, которая удовлетворяет международным стандартам ЭКАО, которая может принимать самолеты любых типов. Как только появятся деньги, как только появится пассажиропоток, как только появится деловая активность, а точнее увеличится возраст, так сразу же у нас появится здание терминала, у нас появится хаб. Множество плюсов видят и краевые чиновники. В ближайшие годы, несомненно, нужно ускорять развитие края, чтобы он был готов к переезду. Повысится и деловая активность, и инвестиционная привлекательность. Красноярский край в перспективе может стать не только географическим центром России. Я надеюсь, что действительно Красноярск станет таким центром развития большой России, станет центром коммуникации России с странами, которые на востоке, куда смещается вектор развития и мировой политики, и мировой экономики. В любом случае, пока идея витает в воздухе, но уже вызвала большой резонанс. Не исключено, в ближайших выступлениях Владимира Путина можно ожидать каких-то более конкретных действий и предложений. Ольга Хохлова, Сергей Раков, 7 канал, Новости 24.